26 сентября 2019 года в одной из квартир на улице Новаторов были обнаружены тела двоих пенсионеров с признаками насильственной смерти. Один из погибших скончался от черепно-мозговой травмы. Он оказался ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Макеевым. В квартире была убита также его супруга Римма Федоровна. В ходе большого объема следственных и оперативных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Вину в начальном этапе расследования обвиняемый не признавал, всячески уклонялся от этих показаний. В последующем, после того, как были проведены ряд экспертиз, в том числе генетических, где на предметах, изъятых в квартире, а также на участке места с исползанным рядом с домом, были обнаружены его генотипы, обвиняемый вину в совершении преступления признал. Полностью раскаялся в содеянном. После подозреваемый в подробностях рассказал о том, как все происходило. Он занимался прямыми продажами и действительно ходил по квартирам, предлагая товары. Но в эту квартиру он шел изначально с другой целью. Девушка, которая меня сюда привела, она объяснила, что у них имеется очень много денег. То есть я перчатки брал для кражи. Ну а как они могли помочь перчатке вам в кражу? Ну, чтобы отпечатков не осталось. А молоток? А молоток... Я сначала просил что-то не тяжелое, потому что у дедушки был пистолет. Также мне рассказывали. Мне просто рабочий этот тайсин дал молоток. Я говорю, ладно, давай я его в пакет завернул и кинул на дно пакета. Добычей 20-летнего обвиняемого стали 7 тысяч рублей. На настоящий момент обвинительное заключение утверждено. У заместителя прокурора дело направлено в Рязанский областной суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Марина Комиссарова, Семен Иванов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».